Дорогие друзья, мы с вами находимся в необыкновенном и знаменательном месте. Буквально несколько сот метров за нами были немецкие окопы. И впереди у нас в овраге стояла наша советская армия. И вот это вот рубеж, на котором находился храм Знамения Божьей Матери. И немецкие оккупанты не смогли пройти дальше этой линии. Именно здесь, в 1942 году, под снарядами, выпущенными по Петергофу, и был разрушен наш храм. Я представляю вам свидетельницу и жительницу, и ветерана войны Маргариту, которая может рассказать об этих событиях как очевидец. Ну, я как очевидец могу сказать очень немного. Почему? Потому что я была очень в малом возрасте. Мне было очень мало лет. И я просто как бы сирота, оставшаяся без родителей, в пятилетном возрасте, была угнана вместе с теми людьми, которые эвакуировали и проходили по этим местам. И Галина, родители которой до войны еще проживали у нас в Петергофе. Наша семья жила в Петергофе еще до войны. И все, как говорится, дедушка и его братья, в 1941 году ополченцам, кто призваны были в армию, пошли в армию служить и защищать Ленинград. Все они с честью прошли этот путь. Дедушка вернулся в 1944 году в освобожденный Ленинград. Его сын Алексей пропал без вести. Его братья Антон и Семен, честно, до 1945 года боевали. Семен пропал без вести, а Антон погиб в Польше. Я чту память своих родных и каждый день Победы, 9 мая, прихожу сюда и почитаю. И вместе с батюшками мы поем и молебен о здравии, и панихиду о павших войнах. И именно здесь мы поем пока у креста на пустом месте боев. Но очень хотелось бы, чтобы здесь возродился храм. Храм воинской славы. И прочитаю вам сейчас стихотворение Ольги Бертгольц, написанное к освобождению Петергофа. В XVIII веке здесь шумел яблоневый сад, оказавшийся на линии обороны, на линии войны. Ольга Бертгольц, освобождение Петергофа. Ты помнишь ли сияние Петергофа, дремучие петровские сады? Этот влажный лепет, бред и вздохи всегда живой. Хлопочущей воды, молчи, увы. Волшебный сад изрублен, мертвы источники с живой водой. И праздник человечества поруган свирепой чужеземною ордой. Но вновь из пепла черного отсюда, где смерть и прах, восстанет прежний сад. Да будет так. Я твердо верю в чудо. Ты дал мне эту веру, Ленинград. 26 января 1944 года. Ольга Бертгольц.